Музыка Да-да, начало такое себе у этого квеста было, зато потом, когда дверь открылась, нас впустили в красивейшую локацию и выдали тот самый долгожданный легендарный дробовик. Дробовик ждали, ведь выкинуть покорителя разума обещали. Вот мы и сейчас и посмотрим, хватит ли на это причин. Меня, кстати, всё ещё Джанилей не зовут, и я рад, что ты снова на канале Трипл Вайп. Да, дробаш легендарный, однако перки на нём фиксированы, прямо как на сезонных пушках когда-то. Так что давайте начнём с их разбора. Во-первых, рама, она тут эксклюзивная, комплект дроби. Рама обещает нам более равномерный разброс дроби. Можем заняться любимым делом и пострелять в игру, и увидеть, что следы от пуль на ней остаются практически с идеально повторяющимся паттерном дроби. Кучность стрельбы дробовика просто сумасшедшая. Всё благодаря тому, что ствол тут установлен стоповым перком Чок, тот самый перк, что обязан ловить каждый страж, когда фармит себе дробовик для ПВП забегов. Дальность стрельбы дополняется ещё и за счёт Абсолюта, а также за счёт перка высокоточные боеприпасы во второй колонке. А вот дальше перки можно уже выбирать и переключать. Однако все четыре из возможных невероятно полезны, и порой выбрать будет непросто. Например, перк стрельба в скольжении улучшит эффективное расстояние стрельбы ещё больше. Особенно, если учитывать, что он стакается с перком из другой колонки, с первым выстрелом. Но, чёрт возьми, быстрое извлечение значительно ускорит готовность дробовика. К тому же быстрое извлечение здесь работает будто с быстрым прицелом в купе. Скорость переключения на дробовик перед выстрелом просто невероятная. В последнем столбце у нас перки первый выстрел и стрижающее оружие. И тут тоже есть над чем подумать. В основном я бы советовал, конечно, оставить первый перк, первый выстрел. Будет увеличивать расстояние стрельбы, что будет уже четвёртым по счёту бонусом к эффективному расстоянию на этом дробовике. Притом отдельно отмечу, что использовать этот перк следует именно прицеливаясь в тело, поскольку не так давно банджи увеличивали магнетизм дроби шотганов в пользу тела, нежели головы, так что так будет эффективнее. Но и стрижающее оружие не стоит недооценивать. Благодаря этому перку вы сможете убивать стражей с активированным супером просто за счёт комбинации выстрел плюс рукопашная атака, что невероятно ценная возможность в состязательных режимах игры. К примеру, в компетах или в испытаниях Осириса. Можно даже переключать перк на стрижающее после того, как вы увидели, что у противника готова ульта. Что ж, всё это великолепие складывается в чудесную картину. Дробовик Лошфилл Винтера на данный момент единственный в игре дробовик, который может убить игрока в ПВП на расстоянии в 9 метров. 9 метров, Карл! Да, не всегда. За время тестов у меня получилось убить с такого расстояния лишь 2 раза. Точно не благодаря слайдшоту, точно не из-за пониженной стойкости. Очевидно, есть какой-то элемент рандома всё же, несмотря на столь кучную стрельбу. Довольно часто дробовик не убивал и на 8 метрах. То есть да, этот дробовик может убить на 9 метрах, но это крайне нестабильный показатель. Все истории про дробовик, который бьёт как снайпа, не более чем преувеличение. Отсюда вытекает один из главных вопросов. А лучше ли Фелл Винтер замысла покорителя разума? Опять же, от перков на вашем Майндбендере и зависит. Мне повезло, у меня есть замысел с практически идеальным роллом. Чок, высокоточки, быстрое извлечение и стрельба в скольжении. Не повезло только с Абсолютом, но вот что я скажу, Майндбендер немного, но хуже. Лишь по одной причине. Всё тот же разброс. Помните, я стрелял в игру в начале? Так вот эти 5 пулек в центре стабильно летят именно так, даже на большом расстоянии. Майндбендер, к сожалению, этим похвастаться не может. Поскольку это сугубо особенность рамы. Разброс Майндбендера низкий, расстояние эффективное. То же самое, что и у Фелл Винтера. Однако, одна дробинка может не залететь, и вы в пролёте. А на Фелл Винтере вы можете быть уверены в том, что дробь полетит в каждом выстреле одинаково. Это хорошо заметно при стрельбе из дробовика на добивание вдаль. Фелл Винтер можно смело доставать, чтобы добить противника без щита на расстоянии до 13 метров. Это цифры слагового шотика, вроде экзотического компаньона. Так что, если вы очень любите Майндбендер и хотите оправдать его перед фанатами Фелл Винтера, у вас это получится, при условии, что вы обладаете Альгадрола. Однако, всё же главным преимуществом Фелл Винтера является просто время и доступность. Сколько люди тратили на фарм Покорителя Разума? Неделями ждать его в ротации сумрачного налёта, потом искать команду, которая на это согласится, и бегать-бегать-бегать на фарм. А тут квест, который проходится за час. И вы обладатель идеального дробовика для ПВП. В этом, собственно, и вся суть. Главное отличие. Главное преимущество. Фелл Винтер будет крайне популярен в ПВП не потому, что он имба. Не потому, что он на голову выше остального оружия. А потому, что игроки, которые не имели возможности нафармить хороший шотган, теперь получили его. Обидно ли нам, тем, кто фармил? Мне нет. Но у меня есть Майндбендер, теперь есть Фелл Винтер. Разница какая. Так что ныть про нерв или несправедливость я точно не стану. Кстати, на дробовик есть орнамент УТС. Мне он не особо понравился, но если вы решите его купить, сначала посмотрите на прицел. Как вам монетка посреди прицела, а? А еще за убийство из этого дробовика, а точнее просто даже за игру с ним в эквипе, вы будете получать страницы книги лора «Лжец», по которой как раз у меня на канале уже и выходил видос про Фелл Винтера. Так что мое впечатление такое. Это отличный, идеальный дробовик. Сравнивать его с Майндбендером смысла нет, если у вас есть Гадрол. Если нет, то просто не выеживайтесь, скажите спасибо Железному Лорду и пользуйтесь на здоровье. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал, я стараюсь для тебя. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok